Новейшую ракету «Союз-5» соберут к 2023 году. Масштабное строительство ракеты-носителей идет на заводе «Прогресс». Вывести нельзя оставить. Самарские коммунальщики правильно расставляют запятые и продолжают вывозить снег с улиц города. С заботой о детях. Пенсионный фонд продолжает перечисление единовременных выплат семьям с детьми до 7 лет. Семьям погибших девочек по поручению главы Самары Елены Лапушкиной окажут всю необходимую помощь со стороны городской администрации. Трагедия, потрясшая весь город, произошла накануне. Возле многоэтажки на улице Киевской обнаружили тела двух 12-летних школьниц. Факт гибели девочек сейчас проверяют специалисты областной прокуратуры. Известно, что они были одноклассницами. Наш корреспондент пообщался с учителями. Гибель двух 12-летних девочек шокировала всю Самару. Их тела обнаружили на улице Киевской. Особенно скорбят в 148-й школе, где они учились. О том, что такая трагедия может случиться именно с этими ученицами, в учебном заведении не могли и представить. Классный руководитель рассказывает, что девочки были всеобщими любимицами среди одноклассников и педагогического состава. Для нас, для всех, безусловно, это большая трагедия, потому что девочки были очень активные, общительные. Наслаждались, могу сказать, жизнью, потому что они принимали участие во всех олимпиадах, во всех конкурсах. С удовольствием за большим учились. Сейчас выясняются все обстоятельства, которые привели к трагедии. На место происшествия на улице Киевской для координации деятельности правоохранительных органов выезжал прокурор Самарской области Сергей Бережицкий. Специалисты ведомства выясняют, какой климат был в семьях подруг и опрашивают их одноклассников. То, что случилось, это нам надо делать выводы, чтобы усилить работу воспитательную и усилить работу совместно с родителями. Только совместное действие родителей, учителей и администрации позволит в дальнейшем и нам, и вообще всем школам, допустим, коллективам избежать таких случаев. По поручению главы Самары Елены Лапушкиной семьям погибших девочек будет оказана вся необходимая помощь со стороны администрации города. Трагическая памятная дата в календаре Самарской области. Сегодня день памяти сотрудников МВД, погибших при исполнении служебных обязанностей. 10 февраля 1999 года в областном управлении внутренних дел произошел пожар. Трагедия стала потрясением для всех. Кадры увидели жители всей планеты. У мемориала на площади, где раньше располагалось здание областного главка, сегодня состоялась траурная церемония с возложением цветов. На ней побывал Олег Зверев. Их поминают поименно. Ежегодно 10 февраля начинается с панихиды в храме на месте сгоревшего здания областного ГУВД. А затем траурная церемония у мемориала с возложением венков. Сегодня цветы принесли губернатор Дмитрий Азаров и начальник главного управления МВД по Самарской области Александр Винников. В числе тех, кто пришли на площадь, родственники погибших и очевидцы трагедии. Алексей Левков сегодня зампредседателя общественного совета при областном главке. А 22 года назад возглавлял отдел по борьбе с экономическими преступлениями, 9 сотрудников которого погибли. А всего трагедия унесла жизни 57 милиционеров. По официальной версии причиной пожара стал непогашенный окурок. Официальная версия возгорания на втором этаже. По официальной версии. На мой взгляд, точка над этим еще не поставлена. И вряд ли будет поставлена, потому что 22 года прошло. Трагедия. Вечная память людям, которые погибли при исполнении служебных обязанностей. И дай бог, чтобы в современных сложных условиях молодежь ориентировалась на них. Сейчас этот день в Самарском регионе отмечен как памятная дата о всех погибших сотрудниках подразделения МВД. В разные годы, начиная с 1917 года, с места несения службы не вернулись 325 милиционеров полицейских области. Татьяна Емилова с сыном Сергеем каждый год приходят сюда почтить память мужа и отца. Сотрудник Ленинского РОВД Федор Емилов погиб при задержании преступника в 1986 году. Горе разделило время для его семьи на до и после. И только со временем пришло осознание значимости этого подвига. Когда человек идет служить в эти силовые структуры, он понимает, что он ставит на чашу весов правосудие или личные блага, или благо общества, чтобы исключить это. Да, мой муж погиб, но этот преступник уже больше ничего не совершил. А мы не знаем, какие могли быть последствия. Сергей Емилов в то время был подростком, но не сомневаясь, пошел по стопам отца служить в систему МВД. Я пошел с 14 лет, сперва в Суворовское училище, в систему МВД. Именно была злость, чувство мести, наверное. А когда пришел в эту систему, встретились хорошие, достойные учителя на жизненном пути. Объяснили, что это немножко неправильно. И, соответственно, ну, скажем так, чувство мести ушло из души, из сердца. Осталось чувство справедливости. В семи их самарских полицейских сотни таких историй. Служба в МВД никогда не была легкой, но именно работа этих людей обеспечивает спокойную и благополучную жизнь для всех остальных. Иногда даже ценой собственной жизни. Олег Зверев, Николай Епифанов, События. Подвели итоги прошедшего года. В Самаре прошло первое в 2021 году пленарное заседание городской общественной палаты. Во встрече принимала участие и глава Самары Елена Лапушкина. Общественники рассказали о результатах работы в прошедшем году. Привычный общественный контроль за реализацией муниципальных и региональных программ отошел на второй план. Активисты, как и многие неравнодушные граждане, были сосредоточены на помощи пострадавшим от коронавирусной инфекции. В первую очередь пожилым людям. Общественники освоили и новые онлайн-форматы встреч. Это позволило чаще общаться с коллегами из других городов и обмениваться опытом. Также на заседании наметили план работы на 2021 год. В основном это общественный контроль за реализацией национальных проектов, о которых рассказала глава Самары Елена Лапушкина. Она отметила, что строительство новых социальных учреждений, благоустройство городских пространств и появление новых культурных и спортивных объектов невозможно без активного участия жителей города. Потому что все эти проекты и реализуются в первую очередь для горожан. А потому глава Самары выразила уверенность, что продуктивное сотрудничество городских властей и общественников будет продолжено. Хочу выразить уверенность, что именно наши с вами партнерские отношения позволят нам и в дальнейшем успешно реализовывать и национальные проекты, и, конечно, стратегию развития городского города Самара на следующий год и на все последующие. Ракетоноситель «Союз-5», которую производят на Самарском заводе, будет готова к пуску в 2023 году. Изготавливают ракетоносители в рамках российско-казахской программы «Байтерек». В марте в Самару должна приехать делегация из Казахстана. На каком этапе строительства «Союза» сегодня, расскажет Светлана Кудрявцева. Двухступенчатая ракета-носитель среднего класса «Союз-5» будет способна вывести на низкую оклоземную орбиту до 17 тонн полезного груза. Она придет на смену ракете «Зенит», но будет гораздо мощнее. Запуск «Зенитовского старта» запланирован на Байконуре в рамках российско-казахской программы «Байтерек». Производством ракеты занимается самарский РКЦ «Прогресс». Первый летный аппарат соберут в 2023 году, рассказал генеральный директор предприятия Дмитрий Баранов. На сегодня мы получили два двигателя макетных для динамических и статических испытаний и первой и второй ступени. У нас идет сварка баков первой ступени сейчас полным ходом. Проведено очень большое авансирование, там, скажем так, вот 50 до 80 процентов авансов всех выплачено по этой опытно-конструкторской работе всем смежным предприятиям. Когда я говорю «авансы», это аванс на испытательные образцы и на три летных изделия сразу. То есть сейчас развернута работа широким фронтом, и у нас нет сомнений, что она будет выполнена. И хотя «Союз-5» – самый крупный проект самарского завода, продолжается работой по другим направлениям. Например, у «Прогресса» есть контракт на изготовление для корпорации «Роскосмос» двух космических аппаратов «АИС-2Т». Это комплекс дистанционного зондирования Земли. Спутники будут делать изображение земной поверхности и доставлять собранные данные в пункты приема. Аппараты должны работать на солнечно-синхронной орбите на высоте 400 километров. Решение амбициозной задачи в короткие сроки стало возможным, поскольку у предприятия уже есть малый аппарат «АИС-2Д». Его создали ранее на собственные средства. Основные массы договоров уже заключены, выплачены авансы. И по нашим собственным работам мы в ближайшее время тоже начнем делать железо свое, наше собственное. И думаю, в начале 2022 года приступить непосредственно к сборке на нашей территории обоих космических аппаратов. Пандемия отразилась и на работе самарского завода. Образовалось небольшое отставание по графику в производстве ракеты-носителя «Союз-2». Однако это никак не скажется на сроки пусков ракет, поскольку имеется достаточный запас изделий. Работали в 2020 году штатно с четырех космодромов – Плесецк, Байконур, Восточный и Гвианский космический центр. Годовой оборот составил 29 миллиардов рублей. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События. В регионе продолжается прививочная кампания. На этой неделе самарские поликлиники получили еще свыше 20 тысяч доз вакцины. Привиться может каждый желающий бесплатно. Как записаться на вакцинацию в нашем сюжете? Людмила Харченко – социальный педагог. Работает с приемными семьями. Много общается с людьми разного возраста, как с детьми, так и с пожилыми. Поэтому на вакцинацию от коронавируса записалась заранее, как и остальные, прошла стандартная процедура – заполнение анкеты и осмотру врача. Врач обязательно измеряет уровень кислорода в крови, давление, пульс и спрашивает о хронических заболеваниях. У Людмилы противопоказаний для прививки нет. В соседнем кабинете вводят первый компонент вакцины, следующий через три недели. Не хочу быть источником заражения для окружающих, для близких и коллег, конечно. Вместе с Людмилой вакцинацию сделали ее коллеги из комплексного центра социального обслуживания «Самары». С моей точки зрения, прививка – это возможность оградить себя от дальнейшей болезни, которая может протечь очень плохо. Сейчас информация о том, сколько людей переболело, с какими осложнениями, с какими трудностями, мне не хотелось бы с ними встречаться. И неплохие прививки в нашей стране делают. Третья городская поликлиника открыла сразу несколько прививочных пунктов, что позволяет расширить охват вакцинируемых, рассказывают в медучреждении. Вакцинация проходит в добровольном порядке и бесплатно для населения. В первую очередь прививают медиков, педагогов, соцработников, старшее поколение. Но учитывают и тех, кто сам проявляет инициативу. Записаться на прививку можно заранее как в поликлиниках, так и на сайте госуслуг. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков, События. Самару продолжают очищать от снега. Февральская погода приготовила много сюрпризов. Из-за резких перепадов температур уборку льда и снега усилили, особенно на участках дорог, отремонтированных по НАЦПроекту. Подробности в репортаже Михаила Ермоленко. Февральская погода приготовила много сюрпризов. Резкое потепление сменилось морозами, а теперь и снегопадом, что добавило службам благоустройства работы. Расчистку, вывоз снега и обработку дорог от обледенения усилили. Особенное внимание уделяют участкам уличной дорожной сети, которую недавно отремонтировали в рамках НАЦПроекта безопасные и качественные автомобильные дороги. Сегодня утром муниципальное предприятие благоустройства сконцентрировалось на кварталах жилого района Мехзавод. В этой части города в прошлый дорожно-строительном сезоне отремонтировали более десятка дорожных объектов. На данном участке техники задействованы погрузчик фронтальный для очистки проезжей части от снега, КАМАЗ, СМО-свал для вывозки снега, люди на зачистке приладковой части. В первую очередь учащаются пешеходные переходы для безопасности. Уборку провели и на обновленном дорожном покрытии. Чтобы элементы благоустройства сохранились, снег убирают аккуратно и своевременно. Отсюда, из поселка Мехзавод, его транспортируют на полигон в районе Козелков. В ночное время делается упор, в основном, на вывоз снега. А в дневное время совместно с представителями благоустройства осуществляется контроль за содержанием уличной дорожной сети. Контроль осуществляется за всеми элементами. Это проезжая часть, тротуары, остановки общественного транспорта, пешеходные переходы. В целом на уборку города сегодня вышли 273 дорожных рабочих и 181 спецмашина. В минувшие же сутки на очистке дорог от снега работали более 400 единиц техники и 361 уборщик. На полигон вывезли свыше 11 тысяч тонн снега. За два с половиной зимних месяца утилизировали более 570 тысяч тонн. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков, События. Председатель Совета ветеранов Самары Владимир Пронин прокомментировал ситуацию, связанную с блогером Алексеем Навальным. Напомним, в эти дни продолжается суд по поводу оскорбления блогером участника Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Сторонники Навального распространили ложную информацию о том, что Игнат Артеменко не являлся участником боевых действий в период войны. Однако из архивных документов следует, что в 1943 году, в 15-летнем возрасте, его призвали воевать в партизанском отряде. А чуть позже в Красную армию, где он служил стрелком, а затем разведчиком. Председатель Самарской городской общественной организации ветерана Владимир Пронин от лица всех ветеранов города отметил, цитата, «В нашей стране не должно быть людей, способных так оскорбить пожилого человека. Люди всегда с уважением и благодарностью относились к ветеранам, к тем, кто восстановил нашу страну после полной разрухи. Благодаря им родились новые поколения. В живых остались единицы. Все ветераны Самары соболезнуют Игнату Сергеевичу. Навальный и его сторонники недостойны жить в нашей стране». Конец цитаты. Далее нас ожидает блок экономических новостей. Светлана Кудрявцева уже в студии. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Что сегодня интересного в новостях экономики? Есть ли какие-то новшества? Из нововведений в России может появиться цифровой налог. Что это такое, расскажу позже. А пока о том, в какую сумму Росстат оценивает накопление граждан за 2020 год. Доходы россиян по итогам 2020 года снизились, но накопления при этом выросли в два раза. Такие данные приводит Росстат. Реальные доходы населения, по данным ведомства, упали на 3% по сравнению с 2019 годом, но уменьшились и расходы почти на 4,5%. На покупку товаров и оплату услуг россияне потратили около 47,5 трлн рублей, что на 5,5% меньше, чем в 2019. При этом сбережения граждан увеличились в два раза и составили более 5 трлн рублей. Дефицит федерального бюджета России за январь составил свыше 185,5 млрд рублей, следует из материалов на сайте казначейства. Доходы бюджета на 1 февраля составили 1 трлн 494 млрд рублей. Расходы свыше 1 трлн 650 млрд. Дефицит федерального бюджета за январь прошлого года составлял почти 156 млрд рублей. Таким образом, в годовом выражении он вырос на 16%. В России может появиться цифровой налог. Об этом задумались в Минфине. Речь идет об обязательстве крупных иностранных цифровых компаний платить сбор с прибыли от оказания услуг на территории России. Введение такого налога затруднительно из-за отсутствия представительств иностранных компаний в России, поэтому обсуждается вариант создания наднационального налога, который бы распределялся между различными государствами. В ближайшую неделю курс биткоина может превысить 50 тысяч долларов. И этого ожидают эксперты. Напомню, что накануне стоимость наиболее популярной криптовалюты подскочила до исторического максимума до 48 тысяч долларов. Это произошло на фоне заявления главы Тесла Илона Маска о покупке компании биткоина на полтора миллиарда долларов. По мнению аналитиков, в течение одного-двух месяцев популярная криптовалюта все же вернется в диапазон 37-40 тысяч долларов. Сейчас биткоин оценивает в 46 тысяч 875 долларов. Официальный курс американской валюты – 73 рубля и 85 копеек. Доллар потерял 12 копеек. Евро – 89 рублей 57 копеек. Европейская валюта прибавила 4 копейки. Нефть марки «Брент» тоже растет в цене. За баррель 10 февраля дают 61 доллара 59 центов. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. Преступную схему по организации легального присутствия иностранных граждан на территории Самарской области выявили сотрудники региональной службы ФСБ. Двое жителей губернии, а именно 40-летняя Анна Файзиева, занимавшая посты директора компании «Универсалстрой» и ее 24-летний подчиненный Руслан Переверзев занимались организацией незаконного пребывания иностранных граждан на территории России. Действуя умышленно, они подыскивали мигрантов, желающих оформить регистрацию в нашей стране на длительный срок. С приезжими заключались поддельные трудовые договоры на год, что позволяло им вставать на миграционный учет. По этой схеме прошли 840 человек. Общий доход от преступной аферы поддельников составил почти 5 миллионов рублей. Советский районный суд признал злоумышленников виновными по статье 322.1 в части организации незаконной миграции и привлек к ответственности. Ученики девятых классов сегодня прошли итоговое собеседование по русскому языку. Это обязательная часть заключительной аттестации по учебным программам основного общего образования. В ней приняли участие более 30 тысяч девятиклассников региона. Как справились с заданиями ученики 81-й Самарской школы, расскажет Гульфия Асафина. Им даются четыре задания, предполагающие развернутый ответ. В 81-й школе проходит итоговое собеседование для учащихся девятых классов. Успешно пройденная процедура гарантирует допуск предстоящей итоговой аттестации. Это в первую очередь допуск государственной итоговой аттестации. То есть по большому счету можно сказать, сегодня стартует государственная итоговая аттестация девятых классов. А с точки зрения важности этого собеседования, конечно, мы с вами скажем, что владение устной коммуникацией – это базовое, ключевое владение, это ключевая компетентность, которая позволит быть успешным во всех сферах жизни. Прочитать вслух текст научно-публицистического стиля, подробно пересказать прочитанное и дополнить ответ цитатами из материала. Участие в диалоге с экзаменатором приветствуется. В этом году итоговые собеседования по русскому языку пройдут почти полтора миллиона девятиклассников страны. 62 из них – учащиеся этой школы. Сложно очень сказать, как пройдет экзамен, но мы абсолютно уверены, что все наши ребята сегодня его сдадут и сдадут успешно. Очень волнуются родители. Они переживают, потому что для их детей это такое вот первое испытание на пути государственной итоговой аттестации. Я думаю, что все будет хорошо. Итоговые собеседования проводятся третий год подряд. В Самарской области более 30 тысяч девятиклассников подали заявление на участие в испытании по русскому языку. Из них более двух тысяч – дети с ограниченными возможностями здоровья. Время тестирования для них увеличено. Если же экзаменуемые в феврале получат незачет или не смогут сдать экзамен по уважительной причине, в марте и мае состоится повторное собеседование. Гульфия Сафина, События. От них зависит, какое место займет наша страна в будущем на мировой арене. В День дипломата представители МИД России и сотрудники Департамента внешних связей региона встретились со студентами-международниками. Что волнует будущих дипломатов и как они реализовывают свои знания уже сейчас в нашем сюжете. Заявить о себе уже со студенческой скамьи. В регионе в День дипломата для студентов-международников стартовал конкурс научно-исследовательских работ. Задача – разработка проектов по продвижению региона на международной арене и укреплению внешнеэкономических связей области. Лучшие работы студентов возьмут на вооружение. Сегодня, конечно, нелегко дипломатической службе при кризисных обострениях. В основном, конечно, это последствия пандемии COVID-19. Но уверен, что и в дальнейшем дипломаты, не щадя своих сил, будут продолжать свою работу для укрепления России на мировой арене. Елизавета Мещишина совсем скоро станет дипломированным специалистом. Возглавляет филиал Европейского студенческого форума в Самаре. Интересуется цифровой дипломатией. Сейчас это очень важно для региона в частности, для России в целом. Потому что это сейчас такой глобальный тренд в мировой политике. И Россия не совсем на лидирующих позициях. Чтобы стать дипломатом, совсем не обязательно заканчивать МГИМО. На факультет Самарского университета, где изучают международные отношения, самый высокий конкурс. Самарского образования вполне достаточно, чтобы претендовать на трудоустройство в МИД. Главное в совершенстве знать иностранные языки, быть образованным и эрудированным человеком. Несмотря на ограничения в передвижении, мы практически еженедельно на связи с нашими партнерами. У нас на постоянной основе происходит видеоконференция связи. Буквально вчера на уровне вице-губернатора Владимира Николаевича Терентьева мы провели ВКС с нашими венгерскими партнерами. Обсудили экономические направления взаимодействия. Уже в марте в Самаре пройдет встреча представителей местных предприятий с венгерскими партнерами. Областные власти надеются, что конкретные предложения по взаимодействию будут выработаны уже в сентябре. Виктория Шарая, События. Пенсионный фонд продолжает перечисление единовременной выплаты в размере 5000 рублей для детей до 7 лет включительно. Если родители еще не обращались за пособием и ребенок в семье появился после 1 июля 2020 года, необходимо подать заявление до 31 марта. Сделать это можно через портал Госуслуг или очно в клиентской службе пенсионного фонда по предварительной записи. Также получить деньги могут семьи, в которых рождение ребенка будет зарегистрировано в органах ЗАГС до конца марта этого года. В заявлении родителям необходимо указать данные свидетельства о рождении детей и реквизиты банковского счета. На него будут перечисляться средства. По последним данным, денежные выплаты уже получили 280 тысяч маленьких самарцев. Сейчас моя основная цель донести, чтобы не затягивая те, кто по какой-либо причине не получили предыдущие выплаты, а есть такие, кто не обращался за ними, у кого-то изменились реквизиты счета, банк поменялся, фамилия поменялась, и мы не можем перечислить деньги, чтобы эти граждане к нам обратились. На этом наш выпуск завершен. Заходите на сайт Самары ГИС, подписывайтесь на наш телеграм-канал и на официальные страницы в социальных сетях. Все вам доброго и до встречи. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok